Пару дней назад свет вышел финальный трейлер фильма Человек-паук Нет пути домой, в котором, как все думали, нам наконец-то покажут самый ожидаемый твист этого года, а именно целых трёх паучков, двое из которых будут теми самыми героями более старой франшизы истории. Однако, к сожалению, трейлер нам сказал не сегодня, нагло вырезав сцены с ними. Но, как вы можете понять, фанаты всё же добились своего и нашли эти самые сливы с вырезанными сценами. В этом видео вы узнаете, что же отчаянно пытается скрыть студия Sony, или почему же мы всё-таки увидим трёх паучков. А в самом конце этого видео мы покажем вам совершенно секретные кадры, которые, я уверен, вы точно не видели. Смотрите видео до самого конца. Но мы начинаем. Для разогрева хотелось бы разобрать пару интересных сцен непосредственно из вышедшего на днях трейлера. И первое, что бросается в глаза, это то, что в ролике мы видим злодеев из прошлых версий Человека-пауке, которых в фильме будет как минимум пятеро. Это и Доктор Октавиус из Человек-паук 2, Зелёный Гоблин из трилогии Самарэйми, Песочный Человек из Человек-паук 3, Враг в отражении, а также Ящер из Нового Человека-паука и Электро из фильма Новый Человек-паук 2, что уже является намёком на появление двух других паучков, кроме Тома Холланда, которому будет ой как непросто в одиночку сражаться с такими противниками. Помимо этого, ещё одним намёком на появление трёх паучков является удивлённое лицо Отто Октавиуса, когда он узнаёт, что Питер Паркер, с которым он сражается на мосту, ставшим из-за такого большого количества информации одним из главных героев этого фильма, является не той версией Человека-паука. Но на этом намёки из триллера не заканчиваются, и перейдём, пожалуй, к очевидным фактам, которые являются неопровержимым доказательством того, что зрители наконец-то увидят трёх паучков в фильме, а именно эти кадры из триллера, где Человек-паук в исполнении Хохланда летит прямо на Песочного Человека, а остальные два злодея направляются в сторону кого-то ещё, помимо Тома Холланда. Это становится более заметно, если внимательно вглядеться в ящера, готовящимися к удару по чему-то невидимому, а также не менее забавным выглядит недочёт со стороны бразильского филиала студии Sony, где мы смогли разглядеть, как ящер во время битвы на Статуе Свободы получает пыльцу от невидимки, что ещё раз доказывает, что студия Sony отчаянно пытается скрыть двух пауков, которых каждый из нас так жаждет увидеть, но как мы можем заметить, это у них не очень хорошо получается. Также, стоит обратить внимание на то, что в моменте, когда М.Д. падает, Холланд летит по направлению к ней, в надежде её спасти, что отсылает нас на прямой сцене с Говен Стейси в новом Человек-паук 2, и далее следует кадр, где мы видим, что нашему герою всё-таки удалось спасти М.Джей, однако, если смотреться в руку спасшей её, то можно заметить, что она явно не принадлежит пауку Холланда, а цвета перчатки больше похожи на раскраску, принадлежавшую костюму Эндре, что также может быть намёком на тот факт, что именно этот паук и спасёт М.Джей, дабы уберечь Холланда от сожалений и не допустить такую же ошибку, как в своей вселен и второй раз. На котором рассекает по Нью-Йорку заклятый враг Человека-паука является схожим с тем, что нам показали в появлении Уильяма Дефа в сцене на мосту. Таким образом, можно предположить, что всё же Гоблин будет один, но при этом поменяет свой костюм на более классический, отдалённо напоминающий комиксный вариант, сумка для бомб и филеотовым капюшоном. Ведь в таком случае неудивительно, почему во тьме цвета такие тёмные выглядят очень похожими на костюмы других Гоблинов, которых каждый из нас уже видел в предыдущих фильмах. Теперь же давайте немного поговорим о слитых кадрах, которые также до сих пор могут вводить в заблуждение некоторых зрителей. Ведь те люди, что сливали кадры, впоследствии заявляли, что всё это фейки, созданные при помощи искусственного интеллекта. Однако, вышедший трейлер и слова самих актёров о некоторых кадрах дают чётко понять, что все те сливы и слухи на самом деле таковыми не являются. Таким образом, нам уже стало известно, что в фильме «Человек-паук 3. Нет пути домой» появится сорвиголова, однако не в обличии дьявола адской кухни, а в лице адвоката Мэтта Мёрдока, коим он и является, в то время, когда не нужно сражаться со злом и заниматься зачисткой города от преступности. Таким образом, слитый кадр, где тётя Мэй, Хэппи Хоган, Питер Паркер и Мэтт Мёрдок сидят за столом и мило обсуждают что-то, является подлинным, так как это подтверждается словами самого Холланда, который заявлял, что мы увидим в фильме одну сцену, где Питер Паркер будет с Мэй, Хэппи и четвёртым неизвестным лицом обсуждать, легко ли быть героем, и как вы уже могли догадаться, этим четвёртым неизвестным является Чарли Кокс в роли Мэтта Мёрдока. Следующие кадры, которые вызвали интерес у комьюнити и опроверглись теми же людьми, что их слили, как оказалось, всё же были настоящими, ведь в этом трейлере мы увидели паука Холланда, окружённого строительными лесами и трубами, которые, по великой случайности и совпадению, были и на слитых кадрах со съёмок с Эндрю Гарфилдом, держащимся за одну из металлических труб, а также та фотография с тремя паучками, окружёнными теми же лесами, которые были показаны почти под конец трейлера, что подтверждает все догадки, надежды и теории о появлении трёх пауков в этом фильме. Ну а для тех, кто до сих пор не верит в то, что в следующем фильме о пауке мы всё же не увидим появление других паучков, то вашему вниманию представляем неопровержимые, супер-секретные доказательства непременного появления Тоби и Эндрю в фильме. Держитесь крепче, вашему вниманию представляется момент из трейлера. В сцене, где МД падает, студия не заметила и забыла замазать руку одного из паучков. Ладно, если серьёзно, это не рука, а строительный трос, смотанный таким образом, что различные теоретики уже совсем с ума сошли и видят паучков даже там, где их и в помине нет. А если серьёзно, то вот вам один из слитых трейлеров, который на этот раз уже точно является доказательством уже всех вышеперечисленных предположений и прочих догадок. Ведь именно в этом трейлере мы и видим, что именно Доктор Стрэндж призвал двух других паучков, чтобы помочь Холланду в борьбе с большим для него количеством противников. Также в этом трейлере мы видим и ту сцену с Эндрю, держащимся за металлические трубы, которую много раз опровергали и много других различных кадров, в которых три паучка пытаются спасти мультивселенную от уничтожения. А также не менее интересным в этом слитом трейлере является и то, что нам мельком показали даже сорви голову в его костюме, который мы видели в сериалах от Netflix. К тому же в самом конце этого слива есть та самая сцена из первого трейлера с допросом Паркера, когда к нему пришел мужчина в костюме, который еще тогда у многих людей вызывал подозрение о том, что все-таки мы увидим Чарли Кокса. Такие дела. Как вы считаете, хватит ли этих материалов для того, чтобы раз и навсегда убедиться в том, что в третьей части фильма о Человеке-пауке мы с вами увидим целый кроссовер героев из прошлых частей франшизы? На этом разбор доказательств закончен. А что вы думаете по поводу этих сливов? Ждете ли вы фильм? Напишите в комментариях. А также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Большое спасибо!